О наболевшем. Высокие тарифы за отопление в нашем городе – многолетняя проблема, и правоохранители много раз проверяли деятельность муниципального унитарного предприятия «Теплосервис». Нарушений не находили, поскольку тарифы обусловлены ценой закупок топлива. Дешевле купить можно, но по предоплате такой вариант предприятия позволить себе не может. Инициировал очередную проверку депутат местной думы Константин Смолев. Закономерные её итоги озвучили на заседании. Полиция нарушений деятельности муниципального сервиса не нашла. Возбуждение уголовного дела в отношении вашего коллеги, исполняющего обязанности директора муниципального сервиса, отказа. Проверка длилась порядка месяца. О жилищно-коммунальных проблемах Слобожан вышел в эфир сюжет наших коллег, сотрудников регионального телевидения. Говорилось и о высоких платежах, и о низком температурном режиме в квартирах. После репортажа специалисты администрации с представителями управляющей компании и теплосервиса побывали в двух домах по адресам Первомайская, 12 и Набережная, 17. Официальных жалоб от местных жителей не поступало, однако в квартирах действительно оказалось не жарко. В Первомайской, 12, посещено 5 квартир, по 4 составлены акты. Управляющая компания там старый город, представитель управляющей компании был. Что выяснилось? В двух квартирах незаконные перепланировки. Значит, когда из кухни удалена дверь балконная, в общем, кухня продлена за счет, увеличена за счет балкона. То есть, что не может не вести к теплопотерям. В одной квартире, значит, поменены радиаторы на биметаллические и количество ребер, ну, не соответствует площади, которая отапливается. В четвертой квартире, значит, радиаторы отопления под гипсокартоном закрыты. В пятой квартире там вроде бы все нормально с отоплением. В общем-то, перепланировки мы проверили в отделе архитектуры, они незаконны. Значит, самый сложный вопрос – это набережная. Улица Набережная, 17. В этот же день, когда вышел сюжет, управляющая компания следила в квартиру мужчины, который собирался жить на соборной площади в палатке. 19 градусов было в квартире. Понятно, что норма 20, но мы все разные, нам кому-то 20 надо, кому-то 26. Понятно, что это некомфортная температура. Далее мы собирались с представителями управляющих компаний домов Набережная, 15, Набережная, 17, Набережная, 19. Проблема в том, что на каждом доме есть установленный, опять же, без согласия с ресурсоснабжающей организацией, циркуляционный насос. Они установили не вчера и не позавчера, а несколько лет назад каждый, потому что, когда раньше там были котельные, практически у каждого дома, там была одна система отопления. Потом, когда все это менялось, значит, дома замерзали. Мы договорились о том, что одновременно, в понедельник, вторник этой недели, все дома не будут включать эти насосы, чтобы котельная выдала свой ресурс. И мы посмотрели, какая же температура все-таки в квартирах. Но, к сожалению, Набережная, 19, эту договоренность не выдержала. То есть они не отключили свой насос. То есть вы понимаете, что когда кто-то один включает насос, значит, кому-то другому холодно. В общем, мы приняли решение еще обратиться к независимым специалистам в области теплоэнергетики. Ну и, возможно, выйдем в январе к вам с просьбой выделить деньги на агентство энергоизбережения, чтобы какую-то провести независимую экспертизу, потому что проблемы в этих домах действительно есть. К дальнейшему диалогу администрация города готова и напоминает, пока вопрос перевода муниципальных котельных на газ не решен, слабожане могут воспользоваться субсидиями. По платежкам, которые предшествовали визиту журналистов ГТРК в город Слободской, 4 платежки было выложено. Я понимаю, что это персональные данные, поэтому платежка 1, 2, 3, 4, буду говорить, да. В двух платежках люди получают субсидию. Она составляет порядка 50-40% от той суммы, которая уплачена за отопление. В третьей платежке 2 слабожанина имеют звание ветеран труда и имеют право на меру соцподдержки, компенсацию за услуги ЖКХ через управление соцзащитой, но по каким-то причинам не обратились. В четвертой платежке до 2018 года собственник квартиры обращался за субсидии, после 2018 нет, но возможно изменилось материальное положение. Официальный пресс-релиз по итогам проверки уже вызвал шквал негодования в соцсетях. Местные жители по-прежнему ждут решения проблем и возмущены тем, что их активность обернулась против них самих. Незаконной перепланировкой заинтересовалась прокуратура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова